Все обои надутые. Тут, видите, вода уже мокрая. Они скочимся крепежными. Обои в квартире Флюры Гарифыльной отошли практически полностью. Сейчас в комнатах высокая влажность, а вода с потолка в коридоре течет уже со вчерашнего вечера. Да, она по стене везде течет и потолке. А потолка у меня сквозная, там щель вот которая. Тут тоже сквозная. По обоям везде и в темнушке. Кровлю протекает в доме уже больше 10 лет. Регулярные жалобы сотрудники управляющей компании во внимание принимают. И даже предпринимают действия. Ежегодно подлатывают крышу дома. Однако с наступлением осени потопы возобновляются. Начали эти рабочие вскрывать кровлю. Мы обращались к Алексею Юрьевичу. Он сказал, все мы сделаем. Все. Надзор посмотрит, что вам надо делать. Мы все сделаем. И прошла неделя. Как открыта кровля, так и она еще до конца не доделана. В прошлом году обещанного ремонта кровли жители не дождались. В этом сотрудники управляющей компании снова планировали золотать дыры. Быстро и качественно. Однако получилось все как всегда. По словам жителей, во время дождей сотрудники управляющих компаний обещали закрыть крышу тендом. Материалом, который хорошо удерживает воду. Однако, как можем видеть, перекрыли все обычной пленкой. Вследствие чего затопило 12 квартир. Вплоть до седьмого этажа. Рабочих во время нашего визита на месте не оказалось. Не застали мы и директора управляющей компании. О проблеме сотрудники организации, по видимости, и вовсе не знали. Только попытались откреститься от проблемы. Вообще не наш участок? Нет, ну это авиакомство, это северный директор ТАЗИ. По вопросам качества текущего ремонта, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию на Дементьево-16, заявили сегодня в администрации авиастроительного района. Специалисты проконсультируют, помогут составить акт по возмещению нанесенного ущерба.